Микс Ньюз. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Анна Смирнова. И наш сегодняшний гость, координатор проекта организации «ЯСМА» Александр Олейников. Здравствуйте. 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 А что сегодня мотивирует людей, которые готовы работать безвозмездно? Как и всегда, желание помочь, желание быть значимыми и реализоваться, реализовать какие-то свои идеи. Волонтерство – это очень широкая тема. У людей есть очень много разных мотиваций для того, чтобы безвозмездно делать какие-то вещи. Да, но вот если основные мотивационные пути назвать, почему люди приходят в волонтерство? Зависит. Если мы говорим про волонтерство местное, когда мы посвятим в детский дом или в приют для собачек и тому подобное, то больше желание что-то толковое сделать за своим свободным временем. Что-то привнести, что-то доброе в мир, что может быть не получается на работе или еще каким-то образом. Если мы говорим про разного рода программы международные, которых тоже хватает какое-то количество, то людям интересно посмотреть на мир, посмотреть на то, как люди живут в разных местах, и при этом не просто приехать как турист, походить по музеям и сказать, что я притронулся к культуре, а повзаимодействовать с местными жителями, поработать с ними вместе и на основании этого серьезно погрузиться в ту культуру, в которой они существуют, разрешить какие-то местные проблемы и гораздо глубже понять, насколько мир большой, но при этом большой, разнообразный, но при этом все еще взаимосвязанный. То есть это такая, получается, компенсация для тех людей, которые в своей работе не могут выложиться и заниматься тем, чем они хотят, вот благотворительность в данном случае, да, не получая за это деньги? Одна из мотиваций. По-моему, она достаточно сильная для людей, да. В чем вы сегодня видите ценности и, ну не знаю, свою миссию в этом волонтерском деле? Я вижу свою миссию в том, чтобы предоставлять молодым людям возможности себя реализовать, научиться новым вещам, поменять свой взгляд на мир и, в принципе, быть более приспособленными к жизни в нашем разнообразном и, как мы за последний год видим, очень непредсказуемом обществе. Мы предлагаем самые различные возможности для этого и как-то что-то получается даже. Ну а что значит быть приспособленным сегодня к этому времени, вот на ваш взгляд? Быть приспособленным – это понимать, что мир очень разный, есть очень много разных мнений и людей. Это понимать, что вещи меняются, что работа, которую мы выполняем сегодня, будет выглядеть совершенно иначе через пять лет. Быть приспособленным, на самом деле, абсолютно честно, самое главное для меня в этой работе, в работе с молодежью – это добиться, чтобы молодые люди увидели, что развитие, оно не останавливается, о том, что если я бы учился в школе, в университете, и вот все, я теперь такой с моим образованием, я теперь гражданин. Может быть, этого недостаточно. Может быть, этого недостаточно, может быть, нужно смотреть на мир шире, может быть, нужно смотреть на свои потребности и нужды, которые же постоянно меняются, искать возможности развиваться, вносить свой вклад в общество и быть всячески активным. Вот вы сказали смотреть на мир шире и сказали такую, мне кажется, важную вещь по поводу того, что научиться принимать разные мнения, что они существуют. Ведь сейчас и в эту коронавирусную эпоху, да и в целом, мне кажется, эта проблема была актуальна для всех времен, что человек смотрит на то, чему он симпатизирует, на те взгляды, которым он симпатизирует, и ему кажется, что это истина. Другие же взгляды, альтернативная позиция, она сразу уходит в разряд врагов. То есть вот такая безальтернативность мнения, убежденности, может быть, в своей правоте и враждебность провоцирует ведь. Вот вы сталкиваетесь с этим сегодня среди молодых людей? Сталкиваемся регулярно. Разного уровня радикальности эти настроя и взгляды, но мы отлично тоже понимаем, и каждый для себя тоже отлично понимает свой информационный пузырь, в котором он живет, что мы постоянно слышим эти мнения, которые нам нравятся, они в этом пузыре только усиливаются. И в результате мы считаем, что я смотрю на мир объективно, потому что 12 человек вокруг меня со мной согласны, что, может быть, не представляет полную картину. Поэтому как в принципе в молодежной работе, как и в моей организации ЯСМА, в нашей организации ЯСМА, так и в Молодежном совете Латвии, так и в текущем проекте, который у нас идет для взаимодействия латышскоязычной молодежи и русскоязычной молодежи, мы как раз таки нацелены на то, чтобы этот информационный пузырь, нельзя сказать его разрушить, его невозможно разрушить, но хотя бы расширить и внести туда альтернативные мнения, альтернативные взгляды, не в смысле альтернативные, которые против или еще что-то, а в смысле, что они могут отличаться, а могут даже совпадать с теми, которые у людей есть, показать общество шире. Вот как развивается критическое мышление все-таки? И видите ли вы эти тенденции? Вот может быть на примере, как молодой человек, приходя к вам, говорит исключительно одно, а потом начинает сомневаться. Мне кажется, что в принципе сомнение – это признак умного человека. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Я с вами абсолютно соглашусь про сомнение, что это действительно признак, это необходимая предпосылка для роста, я бы сказал. Пример, пример. В истории моей организации мы делаем международные мероприятия. И в истории моей организации был международный проект, в котором у нас были группы из Испании, Польши, Португалии. Международные. И была группа из Латвии, в которой был молодой человек, с которым мы раньше никогда не работали. Он подался на мероприятие, у него была сильная мотивация. Мы его взяли и в этом мероприятии с ним работали. Мероприятие длилось 7 дней. На протяжении этого... Ну, я его координировал, соответственно, вел разные упражнения и так далее. И на протяжении всего этого времени молодой человек выдавал, ну, не радикально, но на грани мнения о том, что очень латышская архитектура. Или вот, ну, русские могут так не делать. Ну, стереотипно так рассуждать. Да, стереотипно. И вот в нашей работе это очень важно. Можно провести очень здоровую дискуссию, мероприятию или еще что-то, но в тот момент, когда возникает мнение стереотипное, это момент образовательный, это тот момент, когда с этим можно что-то сделать. Я ему задавал вопросы. Я его спрашивал, почему он так считает, на чем это построено и так далее, и так далее. Наверное, высокомерно считать, что я что-то поменял в его мировоззрении, но он все еще достаточно активен с нами, он делает разного рода работы, проводит мероприятия в нашей организации, а недавно уехал на волонтерство в Австрию, в дом престарелых, вносить свое, совершать общественное благо. То есть вы заметили эту тенденцию к разрушению убежденности, скажем так, этого человека в тех временных вопросах. К разрушению стереотипов. Да. Это огромная часть моей работы, нашей работы, в принципе, в молодежной сфере. И не так часто получается видеть это напрямую, но вот в случае этого молодого человека было очень-очень наглядно, я бы сказал. Это интересно, на самом деле, что волонтерское дело учит людей, молодых людей, может быть, не совсем молодых людей, мыслить критически. Это, кстати, мне кажется, такой аспект, с которого не все смотрят на это действо, на это дело. Мыслить критически – это просто необходимо в нашем 21 веке с тем количеством информации, которая нас окружает, с тем количеством мнений, которое нас окружает. И мы уже говорили про информационный пузырь. Да. Один из… Ну как, мы работаем в том числе и с активной гражданской позицией молодежи. Сколько молодежи пришло на последние выборы? Не так, не надо больше. Явка вообще у нас очень низкая. Именно. Псимально. И это тоже одна из наших задач. Это тоже что-то, с чем мы работаем. И уж тем более вопрос явки среди русскоязычной молодежи. И, например, один из вариантов, что с этим можно делать и что мы делаем. Люди ищут возможность что-то привнести, как-то повлиять. Может быть вопрос голосования, где это один голос из двух миллионов, ну, если вдруг все придут в какой-то момент. Может быть, этого недостаточно, может быть, они не чувствуют, что они этим что-то вносят. И похоже, что очень много кто не чувствует, что они этим что-то привносят. То мы предлагаем другие возможности для того, чтобы внести какие-то свои идеи, мысли в развитие нашего общества. Например, буквально в прошлый четверг прошло мероприятие, которое от проекта Youth Voices Matter, который реализует Латвийский молодежный совет. И мы туда, как яс, мы привлечены для того, чтобы помочь его реализации. Потому что мы являемся, мы представляем русскоязычную молодежь в том числе. Мы владеем русским, понимаем ситуацию, и поэтому в этом проекте работает на полную ставку один наш человек, и меня туда привлекают лично для того, чтобы помогать проводить какие-то мероприятия. Мероприятие было для молодежи, учителей, молодежных работников, латышских, русскоязычных, для того, чтобы поделиться своим взглядом на то, какие у них есть множества для активного участия, какие им необходимы ресурсы для того, чтобы более активно участвовать в обществе или сотрудничать с молодежными организациями. И как мы смотрим, в принципе, на наше общество, где русскоязычная молодежь, где латышская молодежь. Мы пытаемся с этим проектом навести какую-то, какие-то мосты, может быть, сделать наше общество более интегрированным, более слаженным. Но ведь, опять же, если мы говорим об информационном пространстве, то нередко можно наблюдать такую проблему, что латыши, русские, как молодые, так и пожилые люди, они живут в разных информационных пузырях, информационных каких-то порталах, и новости, которые к ним поступают, они тоже зачастую отличаются. И повестка, она, опять же, направляет людей в определенное русло. Вот с этим приходится сталкиваться? Это является проблемой сегодня? Это не только сегодня проблема, она была, и она продолжает только расти. Конечно же, что в этом вопросе лично для меня важно, и, в принципе, для нас, как для Молодежного Совета, и как для ЯСМИ тоже важно, это смотреть на... Люди не хотят оставаться в этих пузырях. Они у них есть, там комфортно, но им всегда интересно что-то новое. И им интересно участвовать, им интересно быть полезными, нужными, важными. И мы ищем и предлагаем им возможности для того, чтобы это реализовать. Ты считаешь, что ты активный человек в обществе или хочешь быть активным? Хорошо, приходи на это мероприятие, выскажи свое мнение по поводу молодежной политики на ближайшие 7 лет. Мы это отправим в Министерство образования и науки. Напрямую он может повлиять на общество. Когда человек приходит в это помещение, он сталкивается с другими людьми, которые тоже активны, которым тоже интересно внести свое мнение, свои идеи. И вот в этот момент, именно в этом проекте, это основная большая ценность для меня, которая не просто мы составили какие-то рекомендации, отправили их в Министерство, но при этом еще и молодые люди между собой посмотрели друг на друга, пообщались. Где-то мнения больше радикальные, где-то меньше, где-то их мнения абсолютно совпадают. Но если это пространство правильно модерировать, то ценность, вот именно процесс посмотреть на то, что есть люди с другим мнением, и они говорят на другом языке, но они нормальные. И вот это, на мой взгляд, очень большая ценность этого проекта, с которым мы сейчас работаем. То есть любопытство людей, оно все-таки разрушает этот информационный пузырь, можно так сказать. И любопытство, и желание повлиять на что-то, иногда даже просто желание социализироваться и быть с другими людьми. Ну вот что касается причастности, или может быть сопричастности к происходящему, вы упомянули выборы и явка на последних выборах, если мы говорим, она была даже ниже, чем на выборах Европарламента, которых тоже не особенно кто-то следит за этим, но тем не менее последние выборы, они показали какую-то такую пассивность общества. Ну и среди молодежи, опять же, ну наверное тоже мы не можем наблюдать, какую-то гражданскую активность в большинстве своем, опять же. Если говорить о том, что о таком довольно распространенном аргументе, связанном с влиянием, говорят нередко, что мой голос ни на что не влияет, и вы тоже это упомянули, что я все равно приду или не приду на выборы, это ничего не изменит. Вот с этим вы как-то пытаетесь работать? Нужно ли с этим работать вообще, на ваш взгляд? История от коллеги, который работает. Мы партнерим по международным проектам, он работает в Литве, и он выложил пост, в котором сравнивал количество голосов за две партии. Ну сейчас там проходят голосование. Да. Примерно, я боюсь наврать, но там пять цифр, по-моему, было этих голосов, то есть в десятки тысяч уходят, и они идеально одинаковые. Один голос ничего не решает. Вот ситуация как раз-таки такая. То есть, да, не так часто, но придерживаться этого мнения, оно, особенно когда явка низкая, оно обманчиво. Чем ниже явка, тем больше возможности именно у тебя на что-то повлиять. Мы напрямую работаем с активным гражданским участием в своей организации, в ЯСМИ и в Латвийском молодежном совете именно за счет того, что мы рассказываем, как все устроено, что такое, где находится правительство, что делают министерства, потому что очень часто же молодежи даже этого не знают. Какие есть возможности участия, кроме голосования. И даже если нет возможности или большого желания, то хотя бы сходи проголосывай, не так сложно. И не важно за кого, важно, чтобы это было твое мнение, и важно за него стоять и каким-то образом его показывать. Потому что если ты не приходишь, то решают у тебя не всегда так, как тебе интересно. Но вы ведь в организации ЯСМИ, чуть ли не с самого начала ее основания, если я не ошибаюсь, и начали вы свой путь с Минска. Так ли это? Почти. Я присоединился к ЯСМИ через один год после основания, в 2005-м. Я основан в 2004-м. И на тот момент я был как раз таким представителем молодежи, который выучится информационной технологии и работать. Получает большие деньги. А как менять мир, непонятно. Ведь люди ходят на работу, работают, получают за деньги. А что при этом, как и куда? Я встретился тогда с ребятами из ЯСМИ, поучаствовал с ними вместе в мероприятии, и они меня завлекли именно тем, на какие темы они говорили, о чем они думали, как они смотрели на то, как сложено общество, какие возможности они предоставляли. Меня это очень зацепило, и я не знаю ничего, ни про молодежную работу, ни про неформальное образование. Я начал с ними тусоваться, волонтерить, делать какие-то мелкие дела, помогать на мероприятиях. Спустя три года после этого стало понятно, что меня зацепило, мне надо больше, мне нужно развиваться, мне нужно получать больше опыта. И вот как раз-таки это был тот момент, когда я уехал на волонтерство в Минск. 2009 год, Минск 2009 отличается от Минска 2020. Тогда было спокойнее, но все-таки все варианты и слежки от спецслужб, и очень много всякой бюрократии, и очень интересное, в принципе, общественное настроение, все это было. Я на тот момент был уверен, что если я пойму, научусь, получу опыт работать с молодежью в этих условиях, то я смогу работать с молодежью где угодно и как угодно. Даже учитывая, что они наши соседи, оно все-таки иначе, оно все-таки как-то по-другому. Но свой опыт я отлично получил. Вот вы знаете Минск 2009 года и Минск 2020, мы знаем его все теперь, ну, по крайней мере, из той информации, которая поступает из разных источников. На ваш взгляд, вот работая с молодежью, почему тогда на улицы не выходили? Мне тяжело сказать, почему тогда этого не было, потому что настроения в каком-то роде были. Но что я точно почувствовал, что я знаю про людей, живущих в Беларуси, очень многих людей я повидал, очень с многими общался, с многими из них мы работали. Они очень, как бы это назвать, они добрые, они принимающие, они располагающие, они всегда помогут, они всегда расскажут, они всегда накормят, напоят и спать положат. И вот даже не просто отдельные люди, замечательные, с которыми я работал, но общество в целом, люди совершенно мне незнакомые. И вот эти настроения, мне кажется, когда они хотят вопросы решать по-человечески, по-доброму. И, к сожалению, этим очень легко пользоваться. Что, на мой взгляд, сейчас вот доходит до этой точки кипения. Да, ну, по крайней мере, то, что мы видим, это преимущественно мирные акции протеста. Именно, именно. Ну, какие у вас ожидания происходящего? От происходящего в Минске? Да. Я очень надеюсь, что мои друзья и жители Беларуси будут в безопасности, что этот кошмар для них закончится как можно скорее, и они смогут свою страну развивать так, как им хочется. Контактируете с кем-то? Ну, то есть, поддерживаете отношения и следите, можно сказать, так вот онлайн за теми событиями? Постоянно поддерживаю, слежу, ставлю рамочку, лайк, посты, потому что, что сделать отсюда, я даже не знаю. И то, что они рассказывают, что там происходит, все эти ужасы, слежу, переживаю. Вообще, если говорить о волонтерской идее, вот с того момента, как вы пришли в ЯСМу и сейчас, как это она трансформировалась, на ваш взгляд? В принципе, молодежная работа меняется, и очень сильно меняется, и уж тем более с современными, с последними событиями 2020 года появляется больше технологий, появляется более независимое мышление у молодежи, что видно и в школах, что видно и у молодежи, которые приходят на мероприятия. Приятно смотреть, что возраст молодежи, которая активна и участвует, он становится ниже. И уже давно и по Европе, и у нас в Латвии идут разговоры о инициативе Vote 16 голосовать в 16, чтобы понизить голос голосования до 16 лет. Ну, в Эстонии, например, есть такая возможность. Да. И это гениально, и это очень правильно, этим надо пользоваться, потому что когда еще, как еще публикать молодежь, если не давать им право голоса, а вместе с правом голосом они получают это внимание людей, которые баллотируются. Вместе с этим их представительства и их нужды будут более удовлетворены тем правительствам, которые у нас будут. Поэтому, на мой взгляд, эта инициатива очень-очень важная. Мы как-то по поводу этой инициативы говорили с главой ЦИК Кристины Берзини перед выборами, и она как раз выразила свою личную точку зрения о том, что они против, чтобы молодежь голосовала уже с такого юного возраста, но считают, что у нас в Латвии слишком крепкие консервативные силы, которые этого не допустят. Ну, возможно, это ее такое субъективное мнение, но так или иначе, вот вы как думаете, насколько у нас консервативные силы в Латвии закреплены прочно? Я думаю, что мир развивается, и все события, которые сейчас происходят, они как раз-таки очень шатают вот этот вот закостенелый взгляд на то, как вещи должны делаться, о том, что люди должны сидеть только в офисах, о том, что учиться нужно только за партой, и очень много всяких других взглядов. Поэтому, на мой взгляд, консервативные, да, есть какое-то количество, но это не определяет наше общество. Это одно из мнений, одна из сторон. И я абсолютно считаю, что при вводе этой инициативы молодежь растеряется. Они не будут знать, за что голосовать, они не будут знать, как выглядит политическая ситуация, и они будут учиться. Естественно, что вначале будет много проблем с этим связанных. Ну, а как иначе? Ну, а вот приходите в организацию для того, чтобы кто-то приходит, для того, чтобы получить просто какой-то опыт и знания, и не обязательно остаются надолго, например, волонтерской организации. Есть ли такие случаи? Какой багаж можно вынести с собой, если ненадолго человек планирует задержаться даже? К нам приходят люди с разными мотивациями. И по, ну, в общем, я разделяю на таких три больших кластера, что ли, приходят люди, которым, может быть, интересно познакомиться с новыми людьми, которые, может быть, в какой-то момент где-то одинок, или им не хватает социализации, или им не хватает социализации на каком-то определенном языке, в том числе социализации, может быть, международной. Они получают новые контакты, новые впечатления, новых друзей, и с этим радостно продолжают жить и развиваться. Иногда они с нами остаются, и тогда они влияют на наши внутренние какие-то мероприятия, они больше нацелены на то, чтобы мы все вместе, и оно здорово, оно хорошо. Есть люди, у которых есть цели. Мне интересно, чтобы молодежь больше шла голосовать, мне интересно, чтобы молодежь больше понимала про сотрудничество в разных условиях, мне интересно. И они подключаются чаще на какие-то определенные мероприятия, проекты, получают там возможность реализовать свои идеи, внести свой вклад. Но со временем, естественно, если они не пропихивают или не работают над идеями, которые поддерживают, соответственно, над теми идеями, ради которых они пришли, то со временем наши пути расходятся, что абсолютно не проблема из нашей организации выросла как минимум еще три других, которые сейчас активны на территории Риги, когда меняются взгляды. В нашей сфере вполне логично заниматься чем-то другим и сотрудничать параллельно. И третий сегмент, третий кластер людей, которые приходят, это люди, которым интересны процессы, интересно то, что мы делаем, как мы это делаем, интересны те упражнения, которые у нас происходят, интересно, не знаю, ездить за границу, интересно само по себе неформальное обучение, как оно проходит, почему оно такое завлекающее, интересное. Как правило, эти остаются дольше. По-моему, большинство из людей, которые сейчас с нами, они именно, потому что им интересен и нравится наш процесс, как внутренний, когда мы разрабатываем проекты, когда мы разрабатываем мероприятия, так и наши мероприятия больше открыты для участников с разного рода программой и разного рода активностями. Ну вот у вас глаз уже наметан на потенциал того или иного волонтера, где он себя сможет в наибольшей степени реализовать, когда приходит человек, вот впервые вы его видите. Я сразу спрашиваю, а чего ты ожидаешь и какая твоя мотивация? Могу ли я тебе предложить варианты, что с ним сделать и где я вижу возможности для развития? Не всегда организации так делают, не всегда организации смотрят. Часто есть взгляд, что если это волонтер и он приходит, то это рабочая сила можно использовать. Вот на коробке это надо перенести, вот это надо тому позвонить, это надо оформить. Нам больше интересно предлагать возможности для роста. Если на сей коробке даст человеку возможность развиться, и это то, чего он хочет, может быть, это то, что надо, но чаще это могут быть более содержательные мероприятия, более содержательные какая-то работа, которая, тем не менее, очень важна. На коробке носить справимся. Ну, кстати, что касается работы безвозмездно, тоже нередко так скептически можно услышать такое мнение о том, что волонтер наверняка что-то с этого имеет, и что это бескорысть, она не абсолютно. Вот вам приходится с этим сталкиваться? Я, в принципе, не считаю, что волонтерство и благотворительность это бескорыстные бескорыстные действия, бескорыстные какие-то инициативы, но просто с того, как смотреть на это. Потому что человек, который дает деньги на какую-то благотворительность, он таким образом получает ощущение того, что он что-то поменял в мире. Он на самом деле что-то меняет, но ради этого ощущения, ради того, чтобы быть частью этого общества, это тоже то, что предлагают благотворительные организации, это то, на что они работают. В нашем случае волонтеры, ну, как минимум, их кормим. Начнем с этого. А, в принципе, если человек приходит с большими идеями, бескорыстно, с идеалами, что-то поменять в мире, кому-то помочь, при этом совершенно не задумывается над своими нуждами и потребностями, и что он хочет получить, куда он хочет развиться, но с ним нужно работать для того, чтобы его личную сторону в это все вовлечь. Очень важно думать о мире, тоже очень важно думать о себе. Иногда еще говорят, что если не платите деньги, значит, нельзя требовать. Вот вы как рассказали про рабочую лошадку и вот это вот ощущение. Как вообще все это взаимодействует у вас? Мы не требуем, да. Мы кормим и мы предлагаем возможности, которые совпадают с идеями человека. Если ему интересно что-то делать, если он хочет работать с конкретной темой или с конкретным проектом. Например, у нас сейчас стоит на паузе из-за всех вирусных событий проект, который соберет группы из разных стран и мы будем работать над вопросом того, как работает демократия, для того, чтобы молодежь с 16 до 25 поняли структуру, поняли основные процессы и научились на основе симуляций с этим работать. И ребята, которые этот проект придумали, с которыми мы этот проект написали, они мои волонтеры и они работают, потому что эта идея их абсолютно зажигает, потому что у них горят глаза, потому что им очень интересно и с одним понять, и понять, как в других странах это работает. И вот по сути на этом энтузиазме мы живем и на нем и работаем. Приходят новые люди, они чем-то заинтересованы и мы работаем с ними, находим, как мы можем помочь им реализовать их идеи и так далее, и так далее. То есть энтузиазм очень важно и желание реализоваться очень важно. Ну а в период коронавируса, кстати, как-то изменилась ваша деятельность? Очень сильно. Много вещей ушло в онлайн, много проектов, которые международные, по понятным причинам ушло на паузу. Мы собирались реализовать огромные штуки, примерно три международных проектов в течение лета 2020 года. Сейчас у меня есть сомнения, сможем ли мы их сделать даже в летом 2021-го. Повлияло. Мы отменили наши регулярные настольные игры, когда была одна из немногих возможностей, когда люди из нашей организации и люди со стороны могут прийти вместе, просто посидеть в заведении, поиграть в разного рода настольные игры, такого рода социализация. Но в связи со всеми ограничениями мы теперь этого сделать не можем безопасно. Я знаю, что многие организации каким-то образом работают, больше переводят свои мероприятия в онлайн или ищут другие способы, как можно реализовывать свои идеи, в том числе и международные. Мы больше смотрим за безопасностью вопроса, мы в Ясме больше смотрим, чтобы оно было максимально безопасно для наших участников, потому что мы несем за них ответственность все-таки как-никак. Из примеров, в этом проекте Youth Voice Matters, в котором мы работаем с Молодежным Советом Латвии, есть ряд мероприятий. Три дискуссии, на которые приходят люди, высказывают свое мнение, у нас методика больших флипчартов, на которых они пишут свои идеи по разным темам, как выглядит Рига в 2027 году, что нужно молодежи для активного участия, как способствовать молодежи увлечения латышской и русскоязычной молодежи увлекаться в общественной организации, и для того, чтобы вписываться в ограничение в Дагопилсе. Это мероприятие было сделано в онлайн, в системе Zoom. И было интересно, был новый опыт, но очень много работы нужно для того, чтобы те же самые впечатления, те же самые идеи получить от людей, когда они сидят и смотрят на экран монитора, чем если они сидят за столом с реальными людьми. Поэтому вторая такая дискуссия, которая была в Риге, мы максимально выдерживали все необходимые условия дистанцирования, маски, дезинфекторы, предупреждения, мерили температуру на входе, но сделали это вживую. В большом помещении, проветриваемом, очень тяжело вести помещение, вести мероприятие в маске, я вам честно скажу, очень выматывает. Но было иначе, было тоже странно, потому что все места закреплены, двигаться нельзя, друг к другу близко подходить нельзя, и как в этих условиях нормально дискутировать, говорить и высказывать свое мнение, как-то справились, как-то оно получилось. Еще такое же мероприятие у нас предстоит в среду в Лепе, тоже интересно посмотреть, как там будет и насколько там будет с явкой. А два воркшопа творческих, которые больше может быть рассчитаны для людей, которым интересно более творческие методы, которые люди сами по себе более творческие, например, креативные тексты, создание креативных текстов. Эти воркшопы были полностью переведены в онлайн, потому что если будет очень много людей, они не по записи, они открыты, и соответственно мы сейчас очень работаем над тем, как организовать тот же самый креативный процесс в виртуальной среде. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время и пришли в программу «Разворот». Координатор проекта организации «Ясм» Александр Олейников был с нами сегодня.